Давай! 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 Еще! 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 13 команд, более 100 человек, в числе которых школьники, юнормейцы, воспитанники патриотических клубов Ленинского округа. Все они стали участниками военно-спортивной игры «Очизны. Верные сыны», которая проводится в муниципалитете с 2004 года. В этот раз эстафета посвящена Дню Героев Отечества. В основном, конечно, наши соревнования, они именно рассчитаны на нулевую подготовку. То есть, чтобы ребята не просто пришли сюда посоревноваться, но и научиться чему-то. То есть, это главная задача наша. Но, судя по командам, некоторые команды приезжают уже не с нулевой подготовкой, а с очень хорошей подготовкой. Поэтому, да, уровень растет на самом деле. Необходимо было выполнить почти десяток различных дисциплин. Разборка-сборка автомата, перетягивание каната, марш-бросок более двух километров, бои гладиаторов, а также один из самых эмоциональных этапов – перенос раненых. Больной как вас донесли? С комфортом. Было прекрасно. Ставлю пять звезд. Я думаю, ребята справились на ура. Я бы поставил все возможные баллы и дал бы первое место ребятам. Команда «Родине верны» из колледжа Московия заняла первое место в сборке-разборке автомата и третье – в перетягивании каната. Победить, по словам ребят, помогли командный дух, сила воли и отличная физическая подготовка. А как готовились? Каждый день готовились? Каждый день упорные тренировки до седьмого пота. А еще ребят очень вдохновила форма, в которой они выступали точь-в-точь, как у их дедов и прадедов. Нынешние игры также посвящены контрнаступлению советских войск под Москвой, которое произошло в декабре 1941 года. Нам вшили ее специально, эту форму. Ну, это форма рядового солдата времен Великой Отечественной войны. Гимнастерка и галифе под сапоги. Наравне с мальчиками сражаются и девочки. Поблажек нет никаких, признается Анастасия Фоломина из команды Видновской 10-й школы. Девушка принимает участие в этих играх уже четвертый год подряд. Тяжеловато, но все равно, когда ты горишь этим делом, это всегда приятно и хочется рваться к победе. По итогам игры «Отчизны. Верные сыны. 2022. Лучшие из лучших» получили кубки и памятные награды. Екатерина Коваренко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.